Новости из Дебальцева сегодня стали главными и в Киеве. Петр Порошенко днём внезапно объявил, что войска из Дебальцева организованно выведены. Опять повторил версию Минобороны о том, что никакого окружения вроде бы и не было. На это командование ополченцев заявило, никакого приказа из Киева, заблокированные в котле армейские подразделения, получить не могли. В районе отсутствует связь. А вот новая группа военных, сдающихся в плен, попала в объективы телекамер. Денис Давыдов о том, куда выходят украинские военные из Дебальцева. Под прикрытием ополченцев украинские солдаты бегут в плен. Тех, кто решил сдаться, свои так просто отпускать не хотят. Остатки армии, которые там где-то заблудились, они знают о том, что выводят военнопленных, и они пытаются их сейчас облить непосредственно свои. При этом мы сейчас взяли загрязнительный огонь, для того, чтобы не было возможности, чтобы их отходить. Мы их выручили, высказывали, оттуда уходили. Десять человек провели, ведут еще двадцать четыре. Все, десять! Все, я пошел! Голодных и замерзших на автобусах их увозят в безопасное место, чтобы потом передать родным. В окружении украинские солдаты были несколько последних дней. Стреляли по приказу и не знали, что сопротивляться бесполезно. Дебальцева в кольце. Мы вас не положили там, хотя имели полное право. И мы вам всем сохранили жизнь. Это правда? Правда. Вы в каких условиях воевали? Вы отрезаны были? Отрезаны были. Что команда никакой приказ давала? Не жалко сказать. Обещала помочь, да? Вроде бы. Вроде бы. Вы уже окружены полностью. В образовавшемся котле в настоящее время идет массовая сдача оружия, массовый переход военнослужащих вооруженных сил подразделениям вооруженных сил Донецкой народной республики. Количество этих людей уже исчисляется сотнями, не только десятками. Люди заявляют о том, что то, что они находились в окружении, в котле, руководство Украины их не информировало. Люди поступают с обморожениями, люди поступают раненые. В настоящее время им оказывается помощь. Солдат, который воюет в районе Дебальцева, президент Украины сегодня назвал героями. Он решил лично поблагодарить их за службу и вылетел в район зоны так называемой антитеррористической операции. Перед самолетом короткое интервью. Петр Порошенко продолжает уверять соотечественников. Нет никакого котла в Дебальцево и армия оттуда не бежит, а Планово уходит. Дорогие соотечественники, сейчас я уже могу сообщить, что сегодня утром вооруженные силы Украины вместе с Национальной гвардией завершили операцию по плановому и организованному выводу частей и подразделений из Дебальцево. Сегодня мы можем сказать, что на этот момент вышло 80% частей. Мы ждем еще две колонны. Если верить украинскому президенту, то 80% военных это примерно 3,5 тысячи человек. Но кадры в эфире национальных телеканалов со словами Петра Порошенко разнятся. Никаких колонн не видно, пара грузовиков и столько же боевых машин, причем половина из них не на ходу. Солдат несколько десятков и они не скрывают радости по поводу того, что вырвались. Тяжело было за едой сходить, за ладонь у вас было бы сказать. Мы перемолились уже все, сто раз попрощались. В Дебальцево еще продолжают стрелять, но не так интенсивно, как раньше. Дороги под контролем ополчения и украинским военным невозможно пополнять запасы. Снаряды и провиант на исходе. Одновременно сужается кольцо вокруг их позиций. Денис Давыдов, Кирилл Данилов, Первый канал. Денис Давыдов, Кирилл Данилов, Первый канал.